Прошла приемная кампания по зачислению учащихся в училище Олимпийского резерва. Принимались ребята в девятый класс и на первый курс, где была использована новая система приемных экзаменов. Отбирались самые лучшие. В этот раз большой наплыв пловцов и легкоатлетов. Спортсмены обучаются по новым стандартам. Неплохо, конечно, показали свои данные по общей физической подготовке все ребята. Они очень сильно старались, показывали, можно так сказать, свои самые лучшие результаты. И конкурс у нас был два человека на место. Желание на сегодняшний день дружить со спортом у нас в республике есть. Приехали к нам гости из Мордовии, с республики Мариэл, Забайкальский край. Ну, в общем-то, Нижегородская область ребята поступает. Я думаю, что мы уже превращаемся из республиканского, можно так сказать, широко распространяем свою работу. Отметим, что август насыщен крупными соревнованиями российского уровня. Только что прошел чемпионат России по легкой атлетике, где проводился отбор спортсменов на международные соревнования в Пекине. А с 17 по 28 августа республика принимает спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательной системы, слепых, глухих и спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Старты будут проходить в двух городах – Чебоксарах и Новочебоксарске. Ожидается где-то порядка двух тысяч и более представительства со всех субъектов Российской Федерации. Впервые эти соревнования были проведены в Москве. Значит, Чувашская республика принимает вторыми. Нам доверяют такие соревнования, потому что есть опыт проведения по всем дисциплинам. Единственное, конечно, в программу были включены соревнования по футболу и по велоспорту. Но таковых спортсменов в России не нашлось, и пришлось, в общем-то, исключить эти виды из программы. В течение двух дней будет проходить перед каждым видом спорта будут работать классификаторы, которые определяют классы по заболеваниям. Это, наверное, будет интересно и для наших инвалидов, и города, и республики. Потому что посмотреть на такие соревнования, наверное, это такой вот заряд, можно так сказать, жизненной энергии. Он не каждому даже дается. В каждой дисциплине будет не так много участников, но стараются они и бегать, и выполнять другие виды одновременно. Для них это будет праздник. В нашем городе будет проводиться плавание и настольный теннис. В Чебоксарах будет проводиться голбол, боча, легкая атлетика. Я думаю, что наши горожане придут, увидят эти мероприятия и, в общем-то, поделятся радостью за то, что у нас проводятся такие соревнования, которые поддерживают спорт инвалидов. Елена Фирсова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.